Она поготовится к открытию курортного сезона. Только на майских праздниках в наш город приехало более 50 тысяч туристов. По сравнению с прошлым годом, рост почти на 20%. И с каждым днём количество гостей будет увеличиваться. Наведение порядка – сегодня это главная задача. Отдельно Юрий Поляков поднял вопрос о недопустимости ситуации, когда на месте газонов укладывают тротуарную плитку. Таким образом, некоторые владельцы частных домов и гостиниц устраивают дополнительные парковочные места. Прекратите расширять придомовые территории плиткой. Мы сносили в прошлом году кафе, столики, плитку разбирать. Почему эта работа остановилась? Вы можете оставить проход и проезд к нему, но это не говорит, что около его дома или мини-газейцы мы должны муниципальную землю заложить в плитку и сделать парковку. Задача понятна или нет? Сколько об этом говорить будем? Постоянно. Там на метр, там на два расширили. И закладывают весь город в плитку. Зачем? Теперь нарушителями займутся специалисты муниципального контроля. А вот за существующими газонами нужно следить и поддерживать их в порядке. Накануне Юрий Поляков побывал в 12-м микрорайоне. Работой местной управляющей компании коммунальщик остался крайне недоволен. По покосу от травы колноузов. Что творится у нас вообще? Мы сейчас покажем вам о фотографии. Вот что это такое? У меня вопросы к санаторно-курортному комплексу, к пионерскому. Ну вот, метр трава стоит. Вот такое вот. Позорище. Это в городе курорте. Ну что это такое за бурьяны тут растут? Давайте завтра кос разведем тут. Интересуют такие вопросы, как я ранее говорил, это въездные группы. Въездные группы. Вот у нас Гастагаевская въезд идет, Юровка въезд идет, Гайкадзора, Свет отсюда въезд идет. Вот там вам надо повышенное внимание хоть раз в три дня объезжать, смотреть. А вот строительство социальных объектов идет строго по графику. Подрядчик приступил к возведению третьего этажа нового корпуса к школе номер 6. В детских садах Орленок, Зоренька и Жемчужина работы в завершающей стадии. В дошкольном учреждении по улице Ленина уже возведены стены цокольного этажа. Идет монтаж опалубки, армирование плиты и балок перекрытия. По садикам, откровенно сказать, слава богу, движемся. Движемся. Если в этом году мы три сдадим садика, это хоть какое-то движение для наших людей, куда-то где-то какое-то количество, там 500 человек они смогут разместить. У нас Воскресенка второй этаж, Лазурный готов, 99,9% готов. Здесь у нас Зоренька, то есть Жемчужина на подходе. Очень активно они строят, очень быстро, молодцы. Для нас это прямо выход из какой-то тупиковой ситуации, которая существует. Но я думаю, что в этом году некоторые вопросы мы, конечно, закроем по садикам. Еще одна обозначенная главой Анапы проблема – несоответствие нормам пандусов для маломобильных граждан. Юрий Поляков дал поручение проверить их доступность в торговых предприятиях и на общественных территориях. Елена Мухортова, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион.